Добрый день, дорогие друзья! Давно не делала обзор своего огорода. Вот хочу сейчас по-быстренькому пробежаться. Приехала сегодня на дачу. Вот такая у меня здесь картина. Всё всходит, всё живое, слава богу. Цветёт, пышет, не хватает только тепла. Но ничего не сделаешь. Гладиолосы мои одноцветные тоже цвет набирают. Цинии. Вон они какие шапки красивые. Виктория. В общем, всё. Всё хорошо. Вот та вот пропащая, которая совсем пропала Виктория, она так и не отходит. Ну, я подсадила туда новенькую, свеженькую. Здесь вот тоже горчичка взошла ровненько. Здесь, посмотрите, на новой моей Виктории тоже фацелия всходит. Вот всё-всё нарождается, друзья мои. Картошечка растёт. Всё вот такое вот красивенькое, здоровенькое. Вот летнюю капусточку надо уже срезать, потому что ей уже пора, её нельзя уже держать на грядке, потому что она будет портиться. И хочу вам, друзья мои, показать ремонтантную Викторию. Посмотрите. Это вот которая забыла. Дебуа которая. Вот. Гляньте. Какая она крупненькая. Видите? Вот она. Красотка. Ну что, сорт неплохой. Я сегодня зашла в семенной магазин, купила суперфосфат пачку и кали-магнезию. И там продавалась земляника калибри. Ну вот я так посмотрела, посмотрела, думаю, ну куда? Сортов понабрали. Надо теперь смотреть. А вот это вот, друзья мои, видите? Вот. Похоже, вот эта Виктория болеет нематодой. Вот я смотрела на картинки. Там одна блогер показала, что если на листьях вот такая вот история, значит они точно больны нематодой. Ну вот здесь совсем-совсем маленькая прям земляничка. А вот эти вот Максим и Зенга-Зенгана, они традиционные. То есть они не ремонтантные. Ну а это, конечно, это, конечно, красота. Посмотрите, какая она. Просто загляденье. Вот здесь надо будет все убирать. Петрушку. Еще здесь какая-то пряность. И дальше вот продолжать. Здесь вот горчичка тоже, посмотрите, как ровненько взошла. Сейчас бы тепло и она бы, конечно, росла, росла и росла. Это вот капустка зимняя. Ну вот несколько головочек, несколько головочек более или менее такие хорошие. Остальные. Остальные не очень. И вот здесь фацелия. Посмотрите, как она уже подросла. Вот. Здесь морковочка. Укропчик надо все убирать. Малину надо все вырезать. Работы, друзья мои, непочатый край. Здесь вот тыковки вот виднеются. То там, то там. Солнечные головочки. Кабачков полно. Горох надо убирать, потому как он будет гнить. Не знаю, у меня сегодня по плану разморозка холодильника. Я уже все вытащила оттуда. Накипятила воды. И надо размораживать и мыть. Дорогие мои, ну и будучи около своей теплицы, как сюда не зайти? Вот, посмотрите. Вот эти вот кустики. Я еще не оборвала. Они стоят зелененькие. Зелененькие. Вот сегодня что уже? Пятнадцатое? Все. Слава богу. Нормально. Никаких болезней нет. Это вот у меня гномик. Стринги. Вот они здесь у меня на этом кустике крупненькие. Здесь вот у меня один огурчик. Он... Я его сажала как отелло, а получился он... Вот посмотрите, как китайский дракон. Вот в пачечке отелло было написано, а получился дракон. Причем дракош несколько, а несколько, ну, может быть отелло, может быть нет. Вот такие вот томатики. Два ведра более-менее крупных. Ну, я вам показывала. Я сняла. Затем вот понемножку они краснеют. Мы их уже кушаем. Вот так вот они понемножку-понемножку растут. Конечно, хвастать нечем. Ну, на еду нам хватит. Все. Выше головы не прыгнешь. Ничего не сделаешь. Все вот. Вот так. Это вот у меня сержант Пеппер. Видите? Тоже вот он. Не ахти какой. И вот он, сержант Пеппер. Ну, здесь он хоть немножко там вот по чуть-чуть навязал. В общем, томаты все красивенькие, хорошенькие, здоровенькие. Вот здесь снизу я почему листья оборвала? Потому что на них стали появляться точечки кладоспориоза. И я не рискнула оставить их, потому что, ну, сами понимаете, не очень-то хочется, чтобы весь куст пропал. Конечно, помидорам от кладоспориоза особого урона нет. Но все равно как-то неприятно, когда вот этот вот больной куст стоит среди более-менее здоровых. и вот я взяла и вот у этих, у всех томатиков я взяла листья и оборвала. вот. Это вот де-барао. Вот он. И вот этот вот де-барао. Ну, а эти вот вот такого плана. Это вот стринги. Вот не краснеют. Когда тепло, они лучше краснеют. А когда прохладно, тогда они краснеть не хотят. Вот. Ну, что? Огурцы, конечно, у меня не восстановились. Так они и болеют. Вот он. Вот этот вот огурчик, который я подсаживала сюда. Вот и нателла. Вот такой он должен быть. А вот тот, конечно, это все пересорт. Ну, я их пока не убираю. Это вот тоже поздненький. Я уже в июне его из дома привозила. Вот он понемножку, понемножку. Видите, он кистевой. Посмотрите, какой хороший сорт, конечно же. Я не знаю. И вот этот. Ну, эти вот вообще пустые. Вот он. Это тоже не пойми, какой огурец. А этот вот растет на маску. Неля сделает себе великолепную маску для лица и для рук. Вот так. И вот эта сторона. Здесь вот с краешку я тоже оборвала. Вот они. Эти вот тарасенки, юбилейная тарасенка с носиком. Вот они такие. Эта сторона вот такая. Урожая, друзья мои, особого нет. Здесь вот они здоровенькие, я не стала их обрывать. И тоже очень и очень скромно, скромно, скромно. А вот забыла, как называется. господи. Виноград. Атомный виноград Бреда, по-моему. Вот он. Вот это точно атомный виноград Бреда. Один, по-моему, кустик. Вот их было пять или три. Я сейчас уже точно не помню. И вот один пришел сюда. Ну, конечно, он красивенький. Посмотрите, какой атомный виноград Бреда. Ну, а вот эти вот все обыкновенные. Все обыкновенные. И самое главное, хочу я вам сказать, что в основном здесь из моих семян новья практически вот атомный виноград Бреда и еще здесь несколько. А все остальное, а все остальное, короче говоря, просто просто не не взошло. мои перчики. Ну, а что мне вытягивать ее? Мои перчики. Посмотрите, какие красивые. Ммм. 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 Редактор субтитров вот ммм.